В Алматы судят пособников экс-банкира Мухтара Аблязова. На скамье подсудимых 7 человек. Все они добровольно вернулись в Казахстан и сдались сотрудникам органов. Есть и такие, кто, будучи за рубежом, попросил об экстрадиции на родину. Подсудимых подозревают в пособничестве в хищении средств в БТА-банка, совершенным преступным сообществом Мухтара Аблязова. Ардак Камал с подробностями. Главное судебное разбирательство над пособниками беглого банкира Мухтара Аблязова проходит в Алматы. В хищении денег и их отмывании за рубежом подозревают семерых. В их числе бывший председатель совета директоров подконтрольных Аблязову компании Артур Трофимов. Его задержали на территории Узбекистана. Остальные вернулись добровольно. Из России юрист БТА-банка Максим Хаблов, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компании Авнар Абдихаимова и член кредитного комитета банка Валерий Налобин. Из Венгрии экстрадировали заместители начальников кредитных управлений Ержана Кадесова и Зауре Джунусову. Из Объединенных Арабских Эмиратов добровольно вернулся председатель кредитного комитета БТА Анатолий Погорелов. В суде все они запретили снимать свои лица. Подозреваемые рассказали, что вернулись на родину, потому что устали скрываться. Фигуранты дела добавили, что не могли сделать этого раньше, так как их запугивали сообщники Аблязова. По показаниям подозреваемых, вначале Аблязов оказывал им материальную помощь за границей, а потом бросил. Всего с начала уголовного преследования в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка состоялось 8 обвинительных приговоров, по которым осуждены 42 человека. Из розыска добровольно вернулись 10. Трое признаны судом виновными, но с учетом полного признания вины и оказанного содействия им дали условные наказания. Семь фигурантов дела, которых сейчас судят, тоже признали вину. Основная изложена общая сумма ушиба от действия участника БТА составила 274 миллиарда 918 миллионов 397 тысяч тенген. Сам же беглый банкир Мухтар Аблязов обвиняется в создании преступного сообщества, хищении денег вкладчиков БТА Банка и их отмывании, а также незаконном использовании средств банка и злоупотреблении полномочиями. Заочно его уже приговорили в Казахстане к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, выплатой штрафа почти в 760 тысяч тенге. Его пособники, которых сейчас судят в Алматы, дали согласие на то, чтобы дело рассмотрели в сокращенном порядке. По всей видимости, они тоже надеются на условные сроки.